В детстве он увидел фильм, в котором дедушка вырезал для внука ложку. Именно этот эпизод вдохновил ведущего художника музея усадьбы Герасимова на резьбу под дерево. В своей мастерской он может провести целый день, создавая шедевры из природного материала. Вначале приходит идея, желание. Начинаешь, берешь бумажку, сидишь и рисуешь. Когда рисунок готов, делаешь непосредственно шаблон. Уже прорисовка полностью идет. Шаблон, когда готов, выкладываешь его на дерево, обрисовываешь по контуру. Это еще далеко не все этапы, но профессиональному мастеру они под силу. А Николай Юрьевич таким и является. Древнему ремеслу его учили талантливые наставники в художественно-промышленном училище в Сергиевом посаде. Сейчас же главные помощники у мужчины инструменты. Режется полукруглыми стамесками. Они различаются по ширине. Есть больше вот этого 30 сантиметров, этот 15 сантиметров стамеска. Для более мелких используются мелкие на 2-3 миллиметра в ширину. Вот такой замечательный старичок-лесовичок получается в итоге. Он, кстати, относится к такому направлению, как Богородская игрушка. Наряду вот с этим замечательным ежиком. Смотрите, он как будто сошел к нам из сказки. История Богородского промысла насчитывает не одну сотню лет. А свое название он получил от села, в котором проживали мастера, делающие деревянные заготовки. Один из главных персонажей Богородской скульптуры – косолопый Мишка. Но наш герой отражает в работах и отличительные черты Тамбовской области. Я просто как-то заметил, что сувениров в нашей области Тамбовска очень мало. И начал делать вначале вот такие вот яблочки. Получается символизируют Мичуринск? Да, они символизируют Мичуринск, как Мичуринский сувенир. Перешел на символ области, на волка. Начал делать волков, такого вот с гармошкой. Все работы сделаны из липы. Она самая податливая и мягкая. Помимо скульптур, мастер изготавливает и различные панно. Это он назвал «Русской Мадонной». Для меня скульптур быстрее делаю, я делаю скульптур быстрее, нежели чем вот это именно панно. Она делалась, я ее начинал, потом лет, наверное, пять она мне не заделана, стояла. А почему? Настолько сложный процесс был? Ну, здесь еще от желания зависело. Орнамент, вот вокруг орнамента все нужно, желательно, чтобы все одинаковые. Эти самые были симметричные, убрана толщина одинаковая. Деревянные игрушки сейчас делают и на специальном оборудовании, но скульптура, выполненная обычной стамеской, всегда будет выгодно отличаться. Николай Юрьевич называет изделия ручной работы теплыми, ведь в них автор вложил свою душу. Именно поэтому наш герой надеется, что промысел не будет со временем забыт новыми поколениями. Хочется, чтобы передавалось дальше, потому что это очень увлекательно, очень интересно. Если бы, конечно, кто-то появился бы, я бы помог бы ему, у кого бы желание было, но сейчас таких не знаю. Мастер готов с большим удовольствием делиться своими знаниями и умениями, но пока же он один из немногих в области, кто хранит древнюю ремесленную традицию. Мария Шумейкина, Станислав Попов, Евгений Мещеряков. Область новостей.